Сегодня хорошо на улице, да? Тёпленько, да? Слава Богу! Погоды, природы нет плохой погоды, да? Главное, что мы живы, главное, что мы в Доме Божьем, мы можем услышать Слово Божие, это великая милость, да, которая явилась в нашей жизни, познать Господа, иметь с Ним общение, и иметь общение друг с другом. Все мы такие разные, из разных обстоятельств мы приходим к Господу. У нас всех объединяет одно, наша вера, вера нашего Спасителя. И слава Богу, что мы сегодня здесь, на этом месте, мы поклоняемся Господу, где мы местами, мы разносим Его Святое Имя. Мы пришли сюда, чтобы познавать нашего Господа, чтобы познавать Его Святую Волю, и познавать то, что Он хочет от нас, чтобы Он менял наши сердца, изменял наши жизни, давал нам силы идти в этот мир, внести Его славу, жить святой, богоугодной жизнью, и иметь Его благословение. Великая радость сегодня, что мы знаем Господа, что мы прощены, знаем, что мы прощены, что мы спасены, что мы искуплены. Аминь. Поверните друг от друга, скажите, брат, сестра, ты спасен, ты прощен, Господь спас тебя. И сегодня, имея жизнь вечную, это великая радость, возрадуйся, повеселись, великая милость Божья. И у нас сегодня не просто обычное богослужение, у нас сегодня особенный день, это день Святого Таинства Причастия. И в этот день, это Таинство Господне восстанет, чтобы мы вспоминали, вспоминали о том, что произошло на кресте две тысячи лет назад. И чтобы это было живым в нашем сердце, чтобы мы возбуждали те чувствования, которые были с нашим Господом, чтобы мы понимали, что там на самом деле произошло. И мы что с вами в этот день вспоминаем, мы не просто вспоминаем, что произошло такое событие, что был такой человек, Иисус, он ходил в этом мире, творил добро, исцелял, и вот его схватили, взяли и убили. Мы не просто это вспоминаем, мы вспоминаем суть того, что произошло на кресте. Суть. Что же такое произошло на кресте, когда был распят наш Господь Иисус? Знаете, пророк Исаий, он еще за 700 лет до этого события, он описывает его, и он говорит об Иисусе Христе. Какие слова, это все третья глава. С третьего стиха. Он был презирен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что не ставили его, ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижим Богом, но он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Аминь. Вот во что мы верим с вами. Вот что мы сегодня с вами вспоминаем. Вспоминаем то, что Иисус пошел на крест за наши грехи. Он был распят вместо тебя. Ты был достоин наказания. Мы все достоины наказания. Мы столько в жизни грешили. Мы рождены вообще во грехе. Но он понес все наши грехи, все наши немощи на крест. Он страдал за нас. Он был распят за нас. За каждого из нас. Чтобы мы сегодня имели мир с Богом Отцом. Чтобы мы имели сегодня с вами прощение. Он искупил нас. Искупил. И в это мы с вами верим, как верующие люди. Мы это принимаем с вами верой. Ведь вообще, что вера делает? Вера, она определяет нашу жизнь. Наша вера. Она определяет наше поведение. И мы говорим, что в этом мире нет вообще неверующих людей. Все люди, каждый человек во что-то верит. Кто-то верит в инопланетян. Кто-то верит в зеленых человечков. И у него и жизнь так складывается. Он постоянно ищет подтверждения своей веры. Он постоянно наблюдает какие-то каналы в телевизоре, смотрит, где показывает. Где-то что-то там какое-то сияние нашли. Там что-то произошло необычное. И он пытается как-то вот эту свою веру взгревать вот такими вещами. И пытается ее как-то донести до другого. И он живет вот этими моментами в своей жизни. Любит фантастику, наверное. То есть вот эти все вот такие научные. Особенно когда говорят о других мирах. Например, человек, который вообще-то считается атеистом. Говорит, что Бога нет, я ни во что не верю. Он тоже верующий человек по своей сути. Он верит в то, что Бога нет. Раз он верит в то, что Бога нет, значит он верит в свои человеческие силы, свои возможности, что этот мир сотворен взрывом каким-то. То есть мы говорим, что человек он вообще создан благодаря эволюции какой-то. То есть вот такие человеческие силы, что человек может все, да, не Боги горшки обжигают, да, вот знаем, по слову, это люди так говорят. Вот это вот, вот это верит, например, атеист. Даже не говоря, что он не верующий человек, не верующий в Бога, но вот он верит в свои человеческие силы. Ну и жизнь его также строится. На этом получается и основание. Да, он пытается все достичь какими-то своими силами, он уповает на людей, уповает на свои возможности. Ну и в конечном счете, мы знаем, такие люди зачастую не разбиваются в себя, потому что в свои возможности, потому что возможности человека, они ограничены. К сожалению, и многие люди, которые причисляют себя к верующим, думающим, да, то есть вот мы знаем, люди говорят в этом мире, что да, мы веруем. А во что ты веруешь? Когда спрашиваешь такого человека, он говорит, ну я верую там в Бога. А что такое Бог? Ну вот Бог это что-то, высший разум, да, какой-то. Высший разум. И вот на этом их вера, она ограничивается, она заканчивается, вот верою во что-то такое, что есть какая-то сила могущественная, что-то она делает, и все. То есть вот эта вера. К сожалению, жизнь таких людей, вот веря даже вот в такого вот Бога, да, в какой-то вот Создателя, они все равно почему-то в своей жизни уповают на свои силы, на свои дела, или на свои человеческие возможности. Их можно зачастую причислить просто к атеистам, как к неверующим. Потому что живут они не согласно этой вере, а просто предполагают или, как сказать, допускают, да, наверное, что Бог есть. Но мы верим с вами в Бога, мы верим с вами в Господа Иисуса Христа, который не просто был, не просто был как историческая личность, не просто что-то произошло когда-то там, он 2000 лет назад, от которого сегодня берется летоисчисление. Мы знаем, да, сегодня мы живем в 2017 году, от Рождества Христова, или, как говорят, нашей эры, да, Рождества Христова. Но мы верим в Искупителя. Мы верим, что наш Господь, Он пошел на крест, Он понес наши грехи, Он понес наши немощи, Он понес наши болезни. Как говорит Исаия, ранами его мы исцелились. То есть пролилась кровь, которая омывает нас, которая очищает нас от греха. Мы в это верим. И мы обычно в этот день, день Святого Таинства Причастия, мы зачитываем с вами символ веры. И там есть такой пункт, да, в прощении грехов. Мы верим, что Бог нас прощает через веру в Иисуса Христа, прощает наши грехи. Знаете, для чего мы это все с вами вспоминаем? Ну, во-первых, чтобы еще раз снова осознать, какой мы с вами дорогой, целой и искупленный. Это определяет наше поведение в этой жизни. Это поведение должно быть выражено в определенной благодарности Господу. И, конечно, выражением нашего какого-то святой жизни, чтобы мы поступали достойно Бога, приносили, совершали добрые дела. И вот это поведение, оно вырабатывается нашей благодарностью, пониманием, осознанием той драгоценности, которую Бог заплатил за нас, за наши грехи. Он отдал своего Сына, Единородного Сына. Он пришел в этот мир, Он оставил славу Небес. Он, Бог, Он пришел сюда, на эту землю, стал как человек, чтобы пойти на крест и спасти нас. Это дорогая цена. Он страдал. Люди, они глумились над ним. Они плевали ему в лицо. Они били его по щекам. Они истязали его. Они надбивались над ним. Но Он терпел это все, чтобы мы сегодня были с вами спасены. Это дорогая цена, которую заплатил за нас наш Бог Отец, наш Господь. Мы всегда должны с вами об этом помнить, какой мы ценой с вами искуплены. Но еще для чего мы должны с вами, конечно же, вспоминать об этой жертве, об этом искуплении. Ведь мы с вами, предписания, все мы много с вами согрешаем. Даже будучи в церкви, уже ходя в церковь, уже имея дар веры, познав Господа, все равно мы, живя в этом мире, мы сталкиваясь с этим миром, мы с вами согрешаем. Мы где-то поступаем не очень хорошо, где-то завидуем, где-то обижаемся, где-то гордость в нас присутствует. Что-то происходит с нами. Где-то мы что-то какие-то допускаем, да, в свою жизнь, грехи. Они приходят. Потому что мир, мир, он рядом, мир недалеко от нас, а мы не изъяты из этого мира, мы в этом мире. Конечно же, мы должны с вами понимать, понимать, что сегодня, сегодня даже где-то согрешая, мы можем приходить к нашему Господу, приходить к нашему Господу, Иисусу Христу, и открывая Ему свой грех, раскаиваясь в своем грехе, исповедуя Его свой грех, призывая кровь Христа, чтобы она нас очистила, а мыла. И Бог, Он снимает с нас его грех. Он очищает нас. Он освящает. Это происходит не делами нашими, это происходит через веру. Почему мы вспоминаем те времена, это распятие на Наргофе. Через веру. Знаете, апостол Павел, он пишет в Иеринской церкви в 3 главе 21 стиха 20. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Через веру в Иисуса Христа в ком во всех и на всех верующих, кто верит, кто верующий. Потому что все согрешили и решены славой Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его, в прощение грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божья, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Аминь. Аминь. Если Он прощает все наши грехи, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующим в Иисуса. Оправдывающим верующим в Иисуса. Знаете, некоторые могут сказать, как это так просто прийти к Господу, раскаяться в своем грехе, призвать Его святую кровь, чтобы она очистила, омыла, и все, и ты прощен, и грех твой смыт. Да, говорит, Саня, вот так просто. Делами, говорит, не оправдается при Нем ни одна плоть. Ни одна плоть. Мы как-то общались с пастором, с нашим, и он привел очень такой, очень хороший пример. А вот если человек убил какого-то человека, он согрешил, вот как он может восстановить справедливость? Он как его, оживит этого человека? Ну, бывают, да, такие случаи. Мы знаем, нет такого греха, который не смог бы простить наш Господь Иисус, который не смогла мыть, смыть Его кровь. Нет, не может никакими делами, никак. Он верой в Иисуса Христа, верой в Иисуса Христа. Мы прощаем наши грехи и искупленные. Это великая сегодня благодать и милость, которую Бог явил нам, что мы можем приходить к Нему, мы можем просить Него прощения, мы можем призвать Его в свою жизнь, мы можем призвать Его святую кровь в наши сердца, чтобы Он очистил, омыл всякой скверной плоти, и Бог это сделает. Но в это надо только верить, верить, принимать веру. А вот это самое трудное и тяжелое зачастую бывает. Поэтому мы и здесь, на этом месте вспоминаем о том, что Господь сделал для нас на кресте, вспоминаем Его страдания, мы изучаем Слово, мы изучаем Писание, и мы утверждаемся в этой вере. Утверждаемся. Нам очень нужен наш Господь. Это великая милость и благодать, которая явилась нам сегодня. И у нас есть сегодня, вы знаете, мы сейчас будем воспевать, восхвалять нашего Господа, и тут в припеве есть такие слова. «Дорогой Господь, грех с души омой кровью своей причистой, кровью святой». Омой. Вы знаете, Бог, он в будущем уверен и правильный, он так и сделает. Даже не сомневайтесь, он не чистит, а много сделает святыми, жизнь сделана святыми, правильными, и следит сокрыгивая земля. Даст нам в сердце мир, покой и радость. Это великая благодать Божия, которую мы сегодня с вами имеем. И об этом говорит Святое Писание, в которое мы с вами, как верующие люди, верим и принимаем свою жизнь. Давайте мы сейчас помолимся и поставим вашу господину. Спасибо. Спасибо.